Эти признаки не говорят о серьезности мужчины. Красиво ухаживает и уделяет внимание. Он желает доброе утро, добрый день, приятного аппетита, доброй ночи. Как спалось? Вы там общаетесь? Он даже готов по несколько часов ночи по WhatsApp общаться. О каком моем качестве говорит то, что я умею ухаживать и уделяет внимание? Айрестав, так а что? А как же теперь тогда определить, что мужчина достойный? Говорит на полном серьезе, что он видит в тебе будущую жену. Он встретил, он прямо на первом состоянии говорит, ты моя жена. Да, ревнует, значит любит. А не ревнует, если значит не любит, да? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И сейчас хочу развеять несколько мифов, которые вводят многих девушек и женщин в заблуждение касательно серьезности мужчин по отношению к вам. Первое. Красиво ухаживает и уделяет внимание. Правда же это так приятно? Правда же это так классно? Он делает поступки. И говорят же, мужчину нужно судить по поступкам. Только поступки показываются серьезности мужчины. И он делает поступки. Он дарит цветы, он заезжает домой, он там дарит, может быть, какие-то мелкие подарки, вводит тебя в рестораны. И он желает доброе утро, добрый день, приятного аппетита, доброй ночи. Как спалось? Вы там общаетесь? Он даже готов по несколько часов ночи по WhatsApp общаться. И ты думаешь, боже мой. И уделяет внимание. Красиво ухаживает. На самом деле, что я наблюдаю, что большинство девушек на постсоветском пространстве, большинство женщин и девушек, именно таким способом очень легко расположить к себе. Очень легко вызвать к себе доверие. Очень легко создать иллюзию, что я достойный мужчина именно этим. Но давайте разбираться, о каком моем качестве говорит то, что я умею ухаживать и уделяю внимание. Об одном качестве, то что на этапе, когда я в женщине заинтересован, я классно ухаживаю, уделяю внимание. Это не гарантирует, ну и не исключает, но главное, не гарантирует, что я также буду с тобой в отношениях, за тобой так ухаживать, что я также после двух лет жизни буду уделять внимание тебе столько и в отношениях. Это говорит ровно в одном, что пока я в женщине заинтересован, я это делаю. задумайтесь о такой штуке умеющий ухаживать и заботливый мужчина вдумайтесь это же два разных термина но вам почему-то кажется потому что может быть как-то работает женское создание тогда что если он это делает это значит и наверно вы хотите сказать аиросад так а что а как же теперь тогда определить что мужчина достойный так что это тогда вообще не нужно к этому стремиться или что если он ухаживает зачем точно недостойный или точно там какой-то плохой нет это значит ровно одно что если я красиво ухаживаю это значит ровно ноги красиво ухаживаю и дай ты должна радоваться ну если тебя это радует если это приятно там благодарить но не додумывать но не раздувать из этого то чего нет если я красиво ухаживаю уделяя внимание это значит ровно это смотри если я классно дерусь в подворотне защищает тебя от двух негодяев это что говорит о том что я мужественный может быть но глобально это говорит о том что я хорошо дерусь и том что физически я тебе готов защищать физически в подворотнях но это никак не говорит о том что я мужественный в жизни что я в смелый в жизни что я смелый в целях что я смелый в движении вперед и в наверняка вы знаете мужчин который физически сильные которые физически там он брутален широкие плечи сильные руки или там мастер спорта по какому-то боевому искусству но в жизни он пассивен он не может продвинуться в карьере он боится там начать бизнес например опять же не нужно додумывать то чего нет если я классно дерусь это значит ровно одно что я классно дерусь и поэтому возвращаясь к первому признаку которым можно затуманить ваше сознание это умение ухаживать или отнимание это не гарантирует то что мужчина серьезный это не гарантирует что мужчина достойный кстати к слову что самые лучшие ухаживатели по моим наблюдениям я думаю что вы это подтвердите в комментариях или опровергните это женатые мужчины это самые профессиональные ухаживатели кстати если для тебя важно разобраться как же вырулить как же направить эти отношения на правильную волну правильный вектор где вы будете счастливы долгосрочно да прямо сейчас под этим видео успей кликнуть по ссылке и записаться на бесплатный онлайн-курс мужчина честная инструкция следующий признак это то что мужчина знакомит тебя с родителями с мамой или с друзьями это значит что о это какой-то поступок о это значит что у меня ни от кого не скрывает смотри если мужчина это делает это значит что скорее всего он не женат это не гарантирует того что он серьезный или серьезно к тебе относится или он готов тебя уже брать замуж или очень хочет с тобой отношений потому что сейчас не советское время сейчас не времена и ссср сейчас мужчина может договориться со своей мамой доскать маму суши хочу привести девушку чтобы она там как-то больше мне доверяла можешь там сказать такие пару слов там улыбнуться ей что-то там не говори лишнего но согласитесь что это несложно договориться с своей мамой ведь по-любому мама это ее сын мама какой бы ни был сын она его любит и она подыграет сыну всегда то же самое касается друзей вы серьезно думаете что если мужчина познакомиться своими друзьями тебя друг выведет там за угол и скажет вы шепнет там на ушко что-то плохое про него нет и поэтому это приятно это круто это не значит что если мужчина ухаживает уделяет внимание значит нужно искать точно подвох или если он знакомит с друзьями или с мамой тоже искать подвох это значит что тебе приятно это радует да радуйся хвали мужчину за это что он делает такие вещи которые тебе приятны но при этом не додумывай и не дорисовывать то чего нет это опять же не гарантия какой-то серьезности в наше время но и с другой стороны это не признак того что если он это делает значит он несерьезный нет это значит не гарантия серьезности следующий признак серьезные разговоры о нас о будущем об именах наших будущих детей очень серьезным голосом очень серьезным лицом очень серьезные разговоры ты думаешь боже как все серьезно если так все серьезно значит он серьезный это как недавно шутку в интернете прочитал у нас с моей девушкой настолько серьезные отношения что я уже год не улыбаюсь разговоры это прекрасно это приятно это замечательно и это волшебно но это просто разговоры но вы когда вы слышите вы очарованы каким-то мужчиной или вы очень хотите с ним отношений или вообще хотя бы каких-то отношений обсуждение будущее вы принимаете за факт с другой стороны нужно искать подвох в обсуждении будущего но не нужно обсуждение будущее принимать за сегодняшний факт и многие мужчины этим уже умеют пользоваться они понимают что ей нужно что-то пообещать чтобы она успокоилась и с ней нужно обсудить будущее какие-то серьезные отношения и тогда она доверится и многие девушки сами провоцируют на то чтобы им лапшу на уши вешали эти мужчины сказочники с опаской отнесись когда мужчина на первых свиданиях говорит что хочет жениться говорит на полном серьезе что он видит тебе будущую жену он встретил он прямо на первом состоянии говорит ты моя жена или на первых свиданиях говорит хочу детей хочу что ты меня родила это уже один из таких колокольчиков один из звоночков который говорит о том что скорее всего мужчина играет вероятность 90 процентов вот это крайний случай но если вы просто занимаетесь сексом на протяжении полугода раз в неделю например или два раза в неделю встречаетесь где-то простить за выражение в кустах или в спа-отеле и обсуждаете что-то будущее то давай по факту на сегодняшний день вы встречаетесь в кустах или в по отеле и обсуждаете будущее просто давайте вопрос окей мы там что-то обсуждаем но какой на сегодняшний день факт и факт равно факт обсуждение чего-то это равно просто обсуждение и следующий пункт конечно же куда же без него ревность ревнует значит любит они ревнуют если значит не любит да не нужно додумывать придумывать приписывать притягивать за уж белый равно белый правильно вот я не вижу где же черного белый равно белый и ревность равно ревность я считаю что ревнует мужчина во ряду причин первое или ты его провоцируешь специально тем самым как бы типа улучшая как тебе кажется отношении или повышать собственную самооценку или он больной знаете патологические ревнивцы ты там поправила волосы где-то в кафе и он уже думает что ты с кем-то заигрываешь или же он просто не уверен себе банальные везде видят подвох в женщине или же он манипулирует что такое манипуляция многие мужчины тоже эту фишку знаю например ты не счастлива с ним например он не выполняет функцию защитников семье то есть он не создает в семье финансовую защиту финансовую базовую защиту это когда например женщине приходится пахать от этого ей некомфортно она не чувствует себя женщиной на потихонечку начинает ему пилить мозги она потихонечку начинает сомневаться а тот ли это мужчина что ему нужно делать при ревновать тебя и такое чувство ревнует значит любви значит я нужна это манипуляция и многие мужчины особенно слабо этим тобой манипулируют до тиран пускай да да бедный он пускай допускаю не уделяет внимание мне но ревнует значит любит и такое приятное чувство любви такое приятное чувство теплоты внутри когда меня любит правильно поэтому ревность это говорит о тех факторах которые підчищал выше да там Он болен, он нездоров, он манипулирует или ты провоцируешь. Это не значит, что он любит, это не значит, что он к тебе классно относится. Я считаю, что ревность – это деструктивное чувство. Я перечислил распространенные признаки, по которым многие девушки могут подумать, войти в иллюзию, что у них отношения, что у них серьезные отношения к ним, что это достойный мужчина. По крайней мере, с другой стороны, эти признаки не отрицают это, они не противоречат. Но главное, что они не гарантируют того, чего нет, того, чего вы можете додумать. А как же тогда понять, что мужчина серьезный? А какие же тогда признаки или факторы, если не эти? Под видео прямо сейчас есть ссылка на регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Мужчины. Честная инструкция». Сразу же после регистрации тебе на e-mail придет мини-книга. Признаки, по которым ты можешь понять, что у вас действительно серьезные отношения. И поверь мне, для многих из вас будет там, даже в этой мини-книге, много открытий. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока.